здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал каталог проституток 19 века 1883 год дисклеймер в этом видео возможно употребление ненормативной лексики устной или письменной форме а также сцены насилия или сцены сексуального характера данное видео может задеть ваши чувства связанные с этикой и нормами вашей жизни поэтому выключите видео прямо сейчас или потом не жалуйтесь прошу учесть в комментариях могут отписывать душевно больные люди с синдромом торрета маниакально-депрессивным психозом гиперактивностью в том числе сексуального характера и плохо контролируемым кишечником я предупредил ну что ж поехали попалась мне на просторах интернета вот такая вот интересная статья скандальный каталог с куртизанками 19 века ну давайте перед этим как почитаю чё тут написано я вам расскажу один анекдот в тему значит 1898 год одесса идет моня по дерибасовской и смотрит доме номер 13 публичный дом но он таки туда заходит за за кассой сидит бандыша тетя софа все эти девочки там а он значит говорит здравствуйте тетя софа какое прекрасное у вас заведение могу ли я у вас побаловаться она говорит конечно моня запросто достает дает ему каталог он открывает листает смотрит значит негаритянка 30 рублей француженка 25 рублей полячка 20 рублей немка 15 рублей русская пятерка он говорит что такое тетя софа какие у вас бешеные цены я тоже хочу побаловаться но у меня всего лишь трешка она говорит но моня ну вот такие вот цены дешевле нельзя за трешку вы можете только меня ну ладно можно так можно он платит три рубля они с ней побаловались а и и спокойно себе разошлись проходит некоторое время дело после революции 1917 год идет моня по дерибасовской и смотрит доме номер 13 швейная мастерская он за таки заходит туда смотрит все эти девочки сидят за швейными машинками и шьют форму для доблестной красной армии бандыша за кассой он говорит здравствуйте тетя софа помните 1898 год какое таки было время и как мы славно с нами побаловались она горит конечно же помню моря и орет через весь зал маня выйди сюда на минутку выходит там бал два метра ростом на плече обезьянка он волосатую грудь почесывает он и она ему говорит моня познакомься это твой папа это значит давай его бить бьет его пять минут бьет его 10 минут когда этот уже после всего этого собирает свои очки стекляшки и говорит моня но какой же ты все-таки поц ведь ежели бы меня тогда было 30 рублей ты был бы негром ну вот такой интересный анекдот в тему поехали дальше скандально каталась куртизанками 19 века в 19 веке во франции проституция была легальна и для удобства клиентов каждый округ парижа издавал буклет где были перечислены куртизанки с фотографиями ценой особыми умениями и происхождением в 1804 году наполеон стал императором и приказал зарегистрировать всех работниц сексуального фронта страны и провести медицинский осмотр пять лет спустя в одном только париже официально работали 180 борделей по закону заведением должна была управлять женщина чаще всего ею оказывалась бывшая проститутка фасад заведения должен был выглядеть как можно более незаметным скромным и издержанным но вернемся в 19 век когда продажная любовь процветала эти фотографии были взяты из каталога за претти вуменс оф париж 1883 года года где перечислены самые известные проститутки и своего времени среди их любовников числились князья принцы знаменитые актеры и даже будущий король великобритании про этих знаменитых жриц любви говорили что они правили парижем из постели каталог был выпущен 1883 году в 169 экземплярах и предназначался для богатых британцев приехавших во францию леонтин массан была одной из самых знаменитых проституток франции среди клиентов которых были даже эдуард седьмой в то время будущий король англии в ее описание было небольшой рост пухленькая с прекрасными голубыми глазами светлыми волосами и мягкими губами которые она всегда кусает и облизывает розовым язычком а вообще-то знаете ребята ну и нафиг этот каталог давайте я вам лучше расскажу еще один интересный анекдот а каталог вы можете посмотреть сами ссылку я вам оставлю сразу прошу прощения за то что сейчас будет ненормативная лексика но из песни слов не выкинешь значит идет балет лебединое озеро в первом ряду сидит анонист который по вечерам дрочит с главным действующим лицом ну и значит антрак тот к нему забегает за кулисы и говорит вальдемар я не могу ты так вальсировал делал такие пасе подрачи на мне пожалуйста я не могу ты меня так возбудил тот говорит саш хэр ну как можно ведь там же публика оркестр тот гида ничего подобного оркестр за занавесу публика дальше ну подречи я не могу ну тот короче ему делает короче дело ну тот ему взял и кончил прям в ладошку он берет и все это дело через плечо выкидывает и попадает дирижер на лисину дирижер снимает все это дело с лысиной нюхает и говорит ой кажется кто-то кончил первая скрипка снимает очки и говорит и неудивительно марк саронович вы дирижировали как пизда вот такие вот ребята интересные анекдоты вот такой вот интересный каталог читайте на здоровье смотрите как было дело спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания